Всем привет и добро пожаловать в Let's Play The Sims 3 Райские Острова. Это девятая серия и мы продолжаем, конечно же. Я не думаю, что в этой серии будет строительство на самом деле, потому что я её записывала не так давно, в общем-то. Я её сейчас перезаписываю, потому что добрая часть строительства не сохранилась просто. Я не знаю почему. Я знаю, что я снимала, и это точно, но тем не менее. И, кстати, Джейсон сейчас общается с Мэтью, персонажем из семьи победителя конкурса Краевским Островам, потому что он чувствует дедночество, и ему нужно с кем-нибудь пообщаться, в принципе. Хотя мне бы хотелось, конечно, кое-что здесь ещё добавить. Я, кстати, приняла подарки, это нам немного помогло со строительством. В частности, я получила этот фонтан. Это здорово, он неплохой, он даже очень неплохой. И здесь я пыталась сделать как раз-таки тот момент, когда я обнаружила, что у меня фрабс не работает. Я хотела сделать какое-то типа что-то вроде дорожки к этому зданию, потому что мне не слишком нравилось, что она просто стоит на песке. И я решила сделать такую полудорожку в шахматном порядке. Насколько я помню, такую я видела в Sunset Valley или в Риверсайде. Мне, наверное, в общем-то понравилась идея. И я решила также сделать у себя это. Тут как-то не слишком, мне кажется, легло. Ладно, нормально. И это будет не просто из плиток, я сделаю ещё немного краски здесь. Какой-нибудь такой. Речные камни, но у нас здесь, конечно, не река, у нас океан. Ну, и надо больше. Отлично. А, мы можем сделать это чуточку проще. Сделать так и так. Здесь будет немного строительства, конечно, планировалось куда больше. Но, к сожалению, не получилось. Я чуть позже расскажу об изменениях, которые я здесь, в общем-то, сделала, успела сделать. Во время съёмки неудавшейся. Собственно, это всё, что мне хотелось бы сделать. Мне кажется, так куда лучше. И да, как вы видите, я добавила фонтан сюда. Я добавила несколько шезлонгов. Немного передвинула этот фундамент сюда, ближе на клетку. Немного растений добавила. И, конечно же, переделала стиль бассейна. И так куда лучше, мне кажется. Теперь он сочетается с внешним видом курорта, в общем-то. И да, я добавила площадку, на которой теперь находится вот этот закусочный. И несколько столиков. Я думаю, этот стол стоит передвинуть чуть подальше. Потому что мне кажется, что симы сюда будут капризничные. Будут подходить сюда. И да, больше я вроде бы ничего не добавила. Но мне бы хотелось добавить джакузи. У меня, кстати, я оставила по какой-то причине подарок. Но он нам, в общем-то, сейчас не нужен. Здесь есть ноутбук, который стоит не так уж и много. И нам, наверное, не хватит всё же на джакузи. Но можно попытаться посмотреть, что здесь есть. Нет, нам не хватит на джакузи. Зато нам хватит на сауну. Я думаю, я добавлю это чуть позже. Вот туда. В домике над водой. А пока что останется так. Я думаю, мне бы хотелось сейчас немного переделать вот здесь это место. Потому что мне не хотелось бы, чтобы здесь оставался песок. Мне это совсем-совсем-совсем не нравится. И я думаю, я сделаю здесь каменную площадку. Прежде всего, мне бы хотелось сделать ещё одну клумбу. Потому что... Потому что постояльцы продолжают жаловаться на то, что у нас слишком мало растения. Это не есть хорошо, конечно. Я имею в виду их жалобы. Совсем нехорошо. Поэтому нам нужно исправить это как можно скорее. И да, я буду использовать те же абсолютно цветы. И эти... Да. Пси. Нам нужно сначала покрасить здесь. Иначе я потом ничего не увижу, что я делаю. Замечательно. Замечательно. Отлично. Теперь у нас есть здесь ещё один небольшой такой полисадничек. Это совсем-совсем неплохо. Да, у нас увеличивается рейтинг с каждым посаженным растением. И что-нибудь. Это. Её здесь не видно. Окей. Мне нужен код снова. Упси. 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 Ну да. У. Ещё лучше. Замечательно. Теперь можем хоть на крышу поставить этот цветок. На крышу он совсем не нужен. Африканская лилия нам нужна. Этот слишком большой, мне кажется. Что происходит с этими растениями? Окей. Пусть будет так. И нам нужны небольшие камушки. Кажется, я этот использовала. Ага. Что-то вроде того. И я думаю, здесь будет древесина. Древесина. Да, я думаю, да. Здесь у нас... Нет, я не хочу делать такое же. Мне бы хотелось сделать... У нас вместе с карьерой пришли старые деревянные доски, которые очень напоминают мне палубу. Поэтому я сделаю, пожалуй, именно их. Мне не совсем нравится, что... Я думаю, нам стоит их повернуть. И да, нам мешают растения. Это плохо, это плохо. Да, все же, предыдущий вариант был лучше. Я думаю, эта площадка будет что-то вроде отдельной площадки растения пока куда-нибудь. Нам еще и эти мешают. Отлично. Нам все мешает. По-прежнему мешает. Отлично. И я думаю, этого достаточно. И да, здесь у нас тоже что-то не то. Теперь, потому что у нас здесь стоят растения, расположены, вернее, растения растут, посажены. Но мы их уберем отсюда. Они не были здесь. Я думаю, она очень-очень сильно скрывается за тем, что там есть сейчас. Замечательно. И я думаю, это будет так. Возможно, нам стоит здесь также что-нибудь сделать. Возможно, здесь мы смогли бы разместить лестницу. Давайте попробуем, кстати, это сделать. Можем ли мы это сделать? Я не думаю, что мы можем это сделать на самом деле. Ну, конечно, мы не можем. Но нам это, в общем-то, без надобности. Персонажи смогут и без этого спускаться спокойно. И здесь, я думаю, нам стоит немного растянуть вот эту вещь. Потому что у нас здесь изгородь. Мы не сможем сейчас, наверное, ничего сделать. Да. Мы сделаем эту вещь в таком случае. И мы легко сможем установить и переизгородить. Нам ничего не помешает тебе. Отлично. А я не знаю, что будет здесь. Возможно, та же самая дорожка из... Шахматная. Почему нет? И мне бы хотелось сюда какое-нибудь растение. Прямо просто просится какое-нибудь растение сюда. Я хочу посмотреть, что сейчас... Что к нам пришло вместе с райскими островами. Мне очень нравится это. Очень. Очень. И, возможно, нет кустарников. Нет кусты. Вернее, цветы. Окей. Слишком большие. Да. Очень большие. Поэтому я сейчас перейду. Ипси. И что-нибудь. Что-нибудь в этом роде. И, возможно, нам стоит добавить сюда. Упси. Да. Все правильно. Хорошо. Как-нибудь так. И что-нибудь еще. К примеру, этот камень. Более-менее. И здесь также мы сделаем краску. Потому что она смотрится, в общем-то, неплохо. Я забыла, где она находится. Здесь. Отлично. Да. И мне бы хотелось добавить сюда небольшую лавочку. Потому что здесь у нас яма с углями. И персонажи, я думаю, любят наблюдать за тем, как мучаются другие. И им бы хотелось понаблюдать. И я думаю, я добавлю те, что пришли вместе с Райскими островами. Как раз-таки. Упси, это диван. Как раз-таки очень подойдет к нашему курорту. Если помните, в самом начале, когда только-только я приобрела его, здесь стояли подобные. И, кстати, это подходит по цветам. Думаю, двух будет достаточно. И даже более чем. И, возможно, нам стоит чуть-чуть сюда передвинуть и добавить еще немного растений. Как считаете? Где-нибудь здесь. Слишком много. Это мы передвигаем сюда. Там будет куда лучше. Нет, мне бы хотелось добавить уже растение напротив двери. Прям. Чтобы было симметрично. Я не хотела этого делать. И это мы удаляем. И нам нужен режим строительства. Что-то вроде того. Мы передвигаем сюда. И напротив двери это значит... Так и так. Ого. Ого. Это мы можем передвинуть чуть ближе. Да. И... Можно не опасаться красить, как придется. Да, если вам нужно ровно покрасить, вы можете просто расположить плитки. И у вас получится прекрасно все и ровно. Угу. Угу. И снова добавляем эти растения. Да, наверное, все уже по центру. И по краям африканскую лилию мне бы хотелось. Да. И, конечно, на джакузи сейчас у нас просто не остается никаких денег, понятное дело. Но мы можем добавить сюда светильники, чтобы здесь не было слишком темно. И у нас есть замечательные уличные светильники, которые пришли вместе с базовой игрой в тропическом стиле. Возможно, эти мы добавим. Можно добавить сюда, кстати говоря. Но я говорю о других сейчас. Эти. Да, я думаю, сюда все же. И они дают замечательный свет. Это, кстати, очень подходит для съемок чего-либо в игре. Я думаю, на этот раз строительство закончено. Очень жаль, что я не смогла показать вам вот это строительство. О, я думаю, нам стоит кое-что еще добавить. Причем мы вернемся в режим жизни. Объекты бассейна. Мы можем добавить трамплин, ведь? Я не думаю... Да, мы можем добавить трамплин. Замечательно. Сюда. Отлично. Теперь у нас есть буквально все, что мы только можем пожелать. Я думаю, нам совсем недалеко до пятизвездочного отеля. Кстати, давайте посмотрим отзывы. И, кажется, я уже собирала сегодня деньги. Нет. О, мы можем позволить себе что-то еще построить. Хотя, возможно, уже и нет. Посмотрим отзывы о курорте. Обедаясь с десертами в буфете, начинаешь понимать, что ты в раю. Здесь так чисто, что я изменил правило быстро поднятое, не считаясь упавшим, но не очень быстро поднятое, не считаясь упавшим. Моя жена не согласилась и выказала отвращение, когда я поднял куриный окорочок с пола. Думаю, мне приходило в голову заказывать еду в номер каждый вечер. К концу отдыха мои брюки стали мне чуть-чуть узковаты. В бассейне каждому члену моей семьи нашлось развлечение по вкусу, по душе. Там так просто найти местечек, чтобы расслабиться и понежиться на теплом солнышке. Теперь, да, у нас есть теперь там шезлонги. После долгого дня на пляже мне захотелось расслабиться и выпить. К сожалению, вечером бар был закрыт. Если еда была... Что с моим языком сегодня? Я не могу читать просто. Еда была отличной, свежей и вкусной. В этом курорте не ощущает атмосферы островов. Ему не помешает немного деревьев и зелени. У нас есть теперь и зелень, и все в таком духе. Рекомендую в закусочной поесть жареных бананов. Великолепный завтрак в буфете. И, кажется, остальные мы уже видели. И, конечно, вы можете предлагать мне, что добавить на курорт. Что и заменить, и все в таком духе. Я обязательно послушаю ваше предложение. Вернее, прочитаю. Пока что мы переходим к геймплею, и Джейсон сегодня работает. Поэтому мы, к сожалению, наверное, не сможем повысить навык погружения до уровня 6. У нас есть немного времени, в общем-то. Возможно, нам стоит попытаться. Эшли пока что находится в хаусботе. И пока что это сонное время, да. Но я думаю, мы обязательно будем пытаться драться с акулой сегодня снова. И отлично, мы можем прямо сейчас уделить немного внимания этому. Нам нужно что-нибудь съесть, потому что мне бы не хотелось возвращаться потом сюда снова. И да, у нас сломалась ванная, все в одном. Это печально. Но она нам не нужна, в общем-то, поэтому... И затем мы позовем снова Тритона Кинга. И да, мне написали в комментариях, что мы можем поговорить с ним под водой об акулах. И тогда вероятность нападения, акула появится рядом, и вероятность нападения... То есть нам не нужно будет ждать того, чтобы акула приплыла, когда мы только этого захочем. Она может приплыть, если мы поговорим с русалкой об акулах. Это действительно так. Я вспомнила теперь об этом. Что у нас здесь? Это просто украшение. Окей. Курорт выглядит намного лучше. Намного лучше. Конечно, нам не мешало бы достроить еще больше VIP комнаты. Мне бы хотелось... Поскольку у нас курорт, в общем-то, четырехзвездный, я уже это заметила. Поэтому мне бы хотелось немного управлять обслуживающим персоналом. У нас сейчас три рабочих среднего уровня. Давайте добавим три высокого качества. Это будет дорого, конечно. Мы будем получать, наверное, теперь меньше денег. Смотрим финансы курорта. Мы получаем больше денег. Да ладно. О. О, нет. Я думала, мы можем что-нибудь сделать. И да, нам стоит добавить еще больше смен в бар. Давать позднюю смену и также в закусочную. Упси. Поздняя. И теперь у нас, кажется, весь... Абсолютно весь курорт работает по всем сменам возможным. Да. Замечательно. Это хорошо. Конечно, это будет больше затрат, но... Оно будет лучше для нас. Я надеюсь, Тритон Кинг при... При... Приплывет. Нет. И мы сможем с ним пообщаться и прямо сейчас отправиться. В ближайшее время, по крайней мере, отправиться. Упси. И у нас кажется, что Тритон Кинг уже здесь. Замечательно. Мы можем пригласить его войти. Он не занят, конечно же. Чем может быть занята русалка? У нас есть счета, кстати говоря. И... Без лишних предисловий. Нет. Я думаю, нам стоит с ним немного пообщаться прежде всего. Потому что мне бы хотелось сделать его нашим лучшим другом. Тогда мы сможем... Попросить его русалоча ламинари для нас. Мы можем. Сплетничать, мне кажется. Шакабра. Знаю, как прошел день. И, кстати, вместе с этим дополнением мы наконец-то исправили баг с неработающими... с неработающими услугами соседей по комнате. Вы слышали новость? Бла-бла-бла. Интересно. Я не знаю, кто это вообще. Мне все равно тонуло он или нет. Нет, мне кажется, что он сплетник все-таки. Обсуждать рецепт приготовления ламинари. Он все-таки русалка. Да, с этим дополнением мы можем пригласить кого-нибудь жить вместе с нами в качестве соседа. Но это все равно, кстати, не работает. Я приглашала одну из русалок, которые появились у меня в городке, пожить вместе с нами. Но нет. Она стала нашим полноценным членом семьи. Хотя я пригласила ее, в общем-то, всего лишь. Сделать комплимент. Рассказать грустную историю. Что мы можем еще сделать? Познакомиться. Идти за секретом еще раз. Мне кажется, он любит наши секреты. Он виртуоз. Отлично, мы можем выразить любовь. Почему нет? Нужно штуку. Мы не можем восхищаться музыкой. Спросите чешуе. Она не виртуоз, я думаю, поэтому мы не можем. Сделать комплимент еще раз. Рассказать забавную историю. Возможно, ему понравятся наши шутки. Показать смешное видео. Отлично. Что мы можем сделать еще? Мы можем... Да, почему нет? Я все в порядке, у меня голос спасли там, кстати. Обязательно станем лучшими друзьями. Что мы можем сделать? Можем попросить подраться подушками, но это слишком долго. Хотя это и хороший прям такой буст дает. Еще раз сделаем комплимент. Сплетничать. После чеснока у меня во рту просто ужасный вкус. Да ладно. Да ладно, у всех. Не только у тебя, Эшли. Он из школы-интерната умником, возможно, поэтому... Нет. Наверное, не стоит об этом с ним разговаривать. Не беспокойся. Можем еще раз поднакомиться с ним. Он сорви голова. У нас ни одной общей черты характера пока что нет. Хвалить. У нас немного осталось до того, как мы станем лучшими друзьями. Надеюсь, что у нас там нет с Джейсоном. Мы должны вообще-то осматривать пляж, не лежать на нем. Я думаю, у нас здесь есть... Нет. На удивление, у нас здесь никого нет. В прошлый раз, когда я снимала или играла просто, мой сим, я от него отвлеклась, и он просто так же начал лежать на пляже, вместо того, чтобы его осматривать. Это, конечно, отрицательность казалась на нашей производительности, так скажем. И Валерия какая-то там пожаловалась на то, что мы ее не спасаем. То есть она просто прикидывалась, что ее нужно спасти. Мы можем... Душевный разговор. То есть, действительно, персонажи, если вы их не спасаете, они не тонут, ничего подобного. Ууу, он любит природу, замечательно. А нет, нам уже это не нужно, я думаю. Можем еще раз дружески обнять его. И давайте сделаем что-нибудь еще. Нужно что-то еще. Поговорить об акулах. Поделиться секретом. Рассказать историю. Делать комплиментов. Мы не будем рассказывать историю, потому что это слишком долгое взаимодействие. Выразить любовь. Дружески обнять. Отлично, наш лучший друг, поэтому... Все, нам больше ничего не нужно делать. Я думаю, еще раз дружески обнимем его. Вот так, знаете. На всякий случай. И мы отправимся в сундук Дэвид Джонс. Насколько я помню, мы можем туда погрузиться. Потому что я же повысила свой навык погружения до уровня Скалисты Риф. Нам не нужен Скалисты Риф. Мы могли бы, конечно же, но... Мне кажется, здесь вероятность... Упси. Нормить С, Тритон Кинг. Вероятность встречи с акулой куда выше. Конечно, есть русалка с нами вместе. Но не знаю, не знаю. Посмотрим. Дружески обнять и всегда понимать настроение. Ага. Конечно. Подари мне эту лодку. Она стоит 22 тысячи, я уверена. Или даже больше. Как долго мы будем там плыть? О, мы почти на месте. Мне кажется, нам нужна точно такая же лодка. Послушайте. Отлично. Я хочу проследить, чтобы не потерять Тритона Кинга. Случайно из виду. И давайте... Тритон Кинг здесь. Поэтому давайте мы... Упси. Теперь у нас есть доступные действия. 100%. Дружелюбная. Поговорим... Нет. Сейчас мы не будем говорить об акулах. Для начала мы поговорим о ракушках. Дружелюбный такой... Спокойный взаимодействие. Потом спросим о рыбе их частях. Затем мы поговорим об акулах. М. О, боже. Прекрати передвигаться, пожалуйста. Спасибо. И очень хорошо, что у нас осталась рыба в багаже. Я ее не продала. Нам стоит поискать работу для аквалангиста. У нас есть... Здесь есть морской еж в багаже. Мы можем его продать за неплохую сумму. Угу. Нет, я не думаю, что мы будем это делать. Вы по-прежнему лучше друзья. Все хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, даст ли он нам ламинарию. Русалочь ламинарию. С помощью которой мы можем превратиться в русалку. Да. Я думаю, все хорошо. Он не отказывает от взаимодействия прямо сейчас. Я хочу знать, о чем они говорят. Сейчас. Оу. Спасибо. Ес. У нас есть русалочь ламинария. Мы можем прямо сейчас превратить еж в русалку. Угу. И теперь мы говорим об акулах. И ждем, когда... Вы худший в мире спасатель, если я рыбак тону. Я об этом говорила. Хотите поплавать сону под водой? Съезжайте русалочь ламинария, и у вас появятся рыбьи части. Мой хвост так красив. Он помогает мне быстро плавать и делает меня красивее. Я держу пари. Вам хотелось бы иметь такой же. Конечно. Собственно, поэтому я и завела такой разговор. Угу. И где акула? Где акула? Давайте поговорим еще раз об акулах с ним. Рыба-меч, возможно, стоит очень дорого. Нам стоит, наверное, ее поймать. С тритоном кингом мы закончили. В принципе, мы можем его отпустить. И, кстати говоря, на русалок акулы напасть не могут. Поэтому, если ваш сим русалка, я вам сочувствую. Потому что вы не сможете выполнить это действие. Мы можем распустить компанию прямо сейчас, в общем-то. Окей. Не работает. Есть ли у нас здесь вообще хоть одна акула? Нет, у нас здесь нет акул. Насколько я вижу, здесь только Эшли и Тритон. Давайте посмотрим. Возможно... Нет, нам не нужно ничего осмотреть. Хотя это неплохая идея. Нам остается только ждать, когда... Здесь есть акула. Мы за ней будем наблюдать. Я надеюсь, она не сбежит от нас, как в предыдущий раз. Что-то произошло с акулой. Она просто, видимо, ресетнулась. И куда-то переместилась в непонятное для меня место. Загадочное совершенно. Мы не смогли с ней... Да, с этой акулой, похоже, происходит то же самое. Потому что она снова исчезла. Я ее здесь не вижу. Окей. Где Тритон Кинг? Нам нужен Тритон Кинг. А мы поговорим об акулах еще раз с ним. Да, это не так уж дорого стоит. Мы будем пытаться встретиться с акулой, конечно же, и дальше. О, здесь есть акула, кажется. Я видела ее. Или это просто тень от лодки какой-нибудь? Давайте переместимся куда-нибудь поближе к середине участка. Я не знаю. Посмотрим. Мы можем плыть сюда ведь. Да? Да? Да, конечно. Возможно, здесь есть акулы. Просто я пока не могу видеть. Здесь есть акула. Отлично. Мы будем наблюдать за ней. Она все же такая странная. Здесь у нас есть другой дайвер. Филипп, Хэн, Хан, Хэн. Неважно. Да, у нас начинает появляться отрицательный мудлет. Это, конечно, плохо. Потому что я боюсь, что скажется на нашу успешность битвы с акулой. У нас есть два часа для того, чтобы она нас напала, в общем-то. Она слишком близко к нас, в опасной близости. Просто... Какая-то она странная, на самом деле. Она нас как будто бы не замечает. Кажется, ей больше нравится Филипп, Хэн. Так, пока что мы просто за ней наблюдаем. Ничего не происходит. Оу. Оу, е. Мы рассматриваем акулу, а затем она на нас нападает. Скрестим пальцы. Надеюсь, Эшли выйдет победителем из этой битвы. Да. Замечательно. Если сражать с акулой побеждать, мы можем прямо сейчас вернуться в лабораторию и, собственно, сообщить о наших успехах. И что у нас там с Джейсоном. Совсем все плохо, я вижу. И... Да, нам не нужна больше компания. И я думаю, нам стоит лучше отправиться не домой, а на курорт. Потому что здесь еда вкуснее. Дома у нас, собственно, ничего, кроме закусок, нету. И пообедаем здесь. Это займет кучу времени просто. Лучше следить по карте. Нам нужно было бы отправиться сюда куда-нибудь вместе с Тритоном Кингом, с его замечательной лодкой. Ну, ладно. Мы получаем, кстати, мудлет, мускулистость. И мы получаем акулий зуб в подарок. Который стоит очень много денег. Я думаю, сможем его продать. Ух ты, спасибо, вы меня убедили. На самом деле, найти остров-убежище просто. В ратуши есть карта, на ней указан пульт к нему. Поищите в разделе ветких карт. Искать карту, где городской центр. Награда ничего. У нас, собственно, откроется остров. Но так уж ничего. И, собственно, у нас появляется разрешение посмотреть старые карты. Я хотела продать акулий зуб только что. Он стоит 1952. Это снова займет вечность. Но зато мы откроем остров прямо сейчас. О, снова этот призрак. Очень хорошо, что мы можем выполнить это задание в любое время суток. Сейчас уже заполнить далеко, причем. И мы можем все равно выполнить это задание. На удивление, мы его очень быстро. Мы его выполняем. И вот он наш остров. Да, конечно, он не слишком большой. Здесь участок 30 на 30, если я не ошибаюсь. Честно говоря, я не помню, какого он размера. Но да, мне кажется, оно того стоило на самом деле. И прямо сейчас Эшли может съесть свою русалочку ламинарию. Не просто же так мы ее брали у Тритона Кинга. Посмотрим, что к чему это приведет. О, я вижу чешуя, кажется. Почти идеальный цвет, именно такой, какой я хотела, что это было сейчас. И нам теперь нужна ламинария, я полагаю. Каждой русалке нужно есть рыба, это здорово, но ламинария лучше, конечно же. И наша потребность теперь ярко-голубого цвета. Ярко-синего. У нас есть в багаже ламинария. Но нам нужно съесть ее кучу просто, огромную притом. Съедим сразу три. Я не знаю, глич это или не глич, но русалки мало того, что могут есть любую еду абсолютно и повышать свою потребность питания, но они также могут есть просто по три ламинария за раз, и они так и не наестся. Обжоры. Обжоры. Я думаю, мы вернемся домой, у нас нет зеркала там. Кстати говоря, это плохо, это печально. Но я думаю, мы вернемся домой, мы очень-очень устали, почти что смертельно устали, еще немного и смертельно устанем, поэтому я закончу эту серию здесь. Эшли теперь русалка, это замечательно, кстати, у них... Ух, с ней не произошел этот баг. Но когда я захожу в касс, у меня сбрасывается возраст русалки. Не за что, мне не сложно. Я с вами прощаюсь, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова